Следующее утро не приносило никакой радости никому. Рокли ходил, понурившийся, Баруто чувствовал себя еще более подавленным, чем раньше, Наруто ничего не смог узнать от него и ходил недовольный, чем был недоволен Канохамару оставалось загадкой, про Саски и Сакуру и говорить нечего. Один все думал о последнем столкновении с братом, а Сакура не могла отпустить мысли о Роке, которого видела еще более поникшим после того, как его посетил Инсунади. «Баруто хотел бы быть поближе к Року, поддержать его и морально и физически, но тот пожелал остаться в одиночестве, собраться с мыслями. Если ты боишься рисковать, что ты тогда делал в экзамене на звонянии Чунина? Можешь ли ты вообще считать себя ниндзя, не говоря уже про Великого?» Спросил Изумуки напоследок, прежде чем оставить его. Рок не мог знать, что он продолжает наблюдать за ним со стороны. Баруто видел, как с ним бодро разговаривает Наруто, указывая, что Цунади точно сможет и его состояние вернуть в норму, и как то же самое сделала Сакура, подарив вдобавок букет цветов. Было видно, что их вера хоть немного, но бодрит Рока. «Получится!» В реку опустился лепесток и поплыл по течению. «Не получится!» Поплыл следующий. И так весь день. Весь день Рок брал цветы из букета от Сакуры и отрывал по лепестку, гадая на удачу, неудачу. Когда к мосту подошла Цунади, в руке мальчика остался последний цветок, у которого остались несколько лепестков. «Получится!» «Не получится!» «Получится!» На цветке остался последний лепесток, и Рок завис, потеряв еще один намек на удачу. Баруто посмотрел на Цунади, что остановилась неподалеку от моста и сама все видела. Сам он больше не мог на все это смотреть и поспешил уйти. Он решил найти Наруто, чтобы наконец рассказать ему, что узнал, так как молчать об этом больше не мог. Наруто был возле мемориального камня вместе с Канохом Иру. Едва Баруто приблизился к ним, до его ушей донесся их спор, «Это дедулина комната!» кричал Канохом Иру. «Как они могут так просто отдать ее другому человеку?» «Идиот!» ругался Наруто. «Как ты можешь такое говорить? Ты хоть понимаешь, какие у деревни сейчас проблемы? И что с того? Почему меня должно это беспокоить? Мне наплевать! Ты понимаешь, что говоришь?» Баруто и сам не понял, что его повело. Он просто внезапно возник перед внуком старика третьего и с размаху влепил сопляку смаченную пощечину. Его всего просто трясло от накатившего негодования. Баруто! В шоке произнес Наруто, глядя на полные злобы глаза брата. И такой сопляк! Сам желал стать Хакаги? Произнес он сдержанно, но все же сорвался, «Знайте, что я давно желал сказать вам обоим!» Тот, кто желает стать Хакаги изначально недостоин им становиться. Оба мальчика зависли после сказанного. «Баруто!» Осторожно, начал Наруто. «Почему ты такое говоришь?» Тот, кто желает взять власть в свои руки, не готов принимать на себя всю ответственность, а просто желает над всем властвовать. К твоему сведению, Каноха Мру, Цунади не желала становиться Хакаги. Но и ее убедили обстоятельства, от которых она не могла отвернуться. «Если у тебя еще есть остатки совести, советую тебе над этим хорошенько подумать». «Хватит, Баруто!» Выступил младший, встав между ним и Каноха Мру. «Сказал и сделал ты уже достаточно». «Согласен». Выкинул Баруто и поспешил покинуть мальчиков, пока не высказал еще чего-нибудь, о чем потом точно будет жалеть. «Черт!» «И что на меня нашло?» Размышлял он, бродя по улице, думая уже, как извиниться перед мальчиками за сказанное. Он увидел Цунади, которая входила в бар, держа в подмышке какую-то книгу, но решил не беспокоить ее. Лучше не досаждать бабушку очередными вопросами. Но пройдя еще дальше, он столкнулся с Шезуней Тонтон. Баруто Кун обратилась женщина к нему. «Ты Цунади сама случайно не видел?» «А, Цунади?» переспросил Баруто. «Я видел, как она входила в бар дальше по улице. Я покажу дорогу». Они быстро дошли до того бара и вошли внутрь. Цунади сидела за одним из столов, попивая сакие. Углубляясь в чтение. Присмотревшись к страницам, Шезу не впала в шок. «Как?» «Цунади сама учится. Пей!» Удивленно хрюкнула Тонтон. «Анатомия человека!» Уточнил Баруто, садясь напротив новоиспеченной Хакаги. «Можно потише!» Попросила та, перелистывая страницу. «А то я не могу сосредоточиться!» «Сосредоточиться!» О Шезу не уже голова шла кругом. «Я впервые слышу от вас такое, когда вы не играете!» «Шезу не!» Умоляюще вздохнула Цунади и вернулась к книге. «Ты помнишь того очкастого ниндзимедика, Кабута?» «А что?» «Его способность создавать новые клетки!» «Я искала это в архивах!» «Это для Рока?» Уточнил Баруто. «Если вероятность 50% увеличится хоть на один, это достаточная причина, чтобы сделать это!» «Не так ли?» «Все равно это большой риск», ответил Шезу не. «Разве это не грозит сокращением жизни?» Спросил Баруто. «Не путай это с техникой божественного восстановления!» «Это не мог другой случай!» «Даже если это будете вы!» С сомнением произнесла Шезу не. «Я не знаю, получится ли у вас!» «И все же я должна сделать это!» С улыбкой ответила Цунади, покачав бутылочкой Саки. «Все же я ведь пятая Хакаги!» Наруто вернулся домой, когда уже совсем стемнело. Баруто сидел в комнате на подоконнике, пока не пишет ложиться. «Завтра церемония инаугурации», напомнил младший брат, войдя в комнату. «Не стоит ли быть бодрыми и выспавшимися в такой момент?» Баруто не поспешил отвечать. Наруто пожал плечами и принялся переодеваться в пижаму. «Зря я сорвался на вас с Канохомру», сказал старший брат, принимая на себя удивленный взгляд. «Я тот момент был не в себе. Из-за ситуации с Жарнобровым. Ему грозит рисковая операция. Удача равна неудаче. В случае последнего, он...» Дальше Баруто договаривать не стал, а Наруто и так понял без слов. Он улегся в постель и натянул одеяло. «Канохомару не был доволен тем, что кабинет Хакаги займет новый человек», – произнес он. «Я слышал. Он думает, что тогда все забудут о старике». Баруто присмотрелся к каменным портретам Хакаги. «И как ему в голову могла прийти подобная чушь?» «Я тоже задаюсь этим вопросом. Знаешь, мы слышали ваш с нею разговор в баре». «Да». Канохомару как услышал ее последние слова, как словно в его голове что-то щелкнуло, и он решил не встречаться с бабулей лично. Словно признал ее. «Вот и хорошо». Баруто слез с подоконника и подошел к спальнику. «Наконец наступил долгожданный день, и вся деревня собралась перед резиденцией Хакаги. На ее крыше собрались члены совета, Джирайи Цунади в шляпе Хакаги. «С этого дня я беру защиту деревни на себя», – объявила она, открыв народу свой лик. «Я – пятая Хакаги». Народ ответил ликующим криком. Баруто подошел к Канохомру, присев на корточке, приобнял его за плечо. «Канохомру, присмотрись к скале». Удивленный этим мальчик сделал, как он сказал, и увидел четыре каменных лица. «Пока над деревней нависают эти лица, никого из них не забуду. О них всегда будут помнить. И про твоего дедушку тоже. Знаю это. Никто не будет забыт». Канохомру и не думал спорить. «Уточним-то, что давно пора, Баруто», – произнесла Цунади, когда в кабинете остались только они с Баруто и Джирайей. «То, что сказал Арочемару, – это правда?» «Все верно», – ответил Узумуки. «Я сын Наруто. Я из будущего. И ты проживаешь в этой временной линии уже три года?» – спросил Джирайя. «Почему же ты не вернешься? Есть причина, по которой я не могу этого сделать. Ты не ответишь нам, что это за причина?» – спросила Цунади. Баруто подумал перед ответом. «Я не могу рассказать подробности сейчас. Скажу только, что лишь первым прибыл сюда. Первым? То есть, однажды явятся и другие?» Джирайя задумчиво почесал голову. «Подумать только, с Наруто три года живет его будущий сын. А еще ведет себя с ним, как старший брат и называет себя его старшим братом. Это просто не укладывается у меня в голове. Получается, продолжала Цунади, судя по тому, что тебя приняли в клан Хуга, исходя из того, что в тебе кровь и их клана, твоя мать одна из них, верно? Так точно. Глава клана, лорд Хиаши, мой дед по матери. Внук Мината, почтенного Хиаши, поразмыслил Джирайя. Да, перед нами просто идеальный ребенок, нечего сказать. Перейдем к самому главному в теме данного разговора. Цунади сделалась еще серьезнее. Помимо Арач-Маруи, возможно, кабуто. Кто еще знает, что ты из будущего? Про Итачи и обид лучше не говорить. Не хочется скрывать это, но они могут неправильно понять или принять меры, что окажет сильное влияние на само будущее. Хотя мне так хочется все это допустить. Дедушка Хиаши и бабушка Йона. Я им рассказал год назад. Больше тебя никто не раскрыл? Нет. Показалось, что Санины не особо поверили его слова, и Борута впервые начал молиться Духу Огня, чтобы они не стали спрашивать дальше. Ну ладно, решила Цунади, и Борута незаметно выдохнул с облегчением. Пока что продолжай дальше скрывать свое происхождение и выполнять миссии со своими товарищами. Возможно, в некоторых случаях именно твое же вмешательство и поспособствует твоему рождению в будущем. Джирайя, ты тоже держа рот на замке. И сам знаю, ответил старик. Что ж. А теперь, как от новой Хакаги, у меня первое задание для команды номер семь. — Равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно глава 188. Экстра, у загара равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно. — Совместная миссия со скрытым песком? — проворчал Наруто. — Не слишком ли быстро мы допускаем их к себе? О чем бабуля Цунаде только думает. Мы даже отстроиться толком не успели. Иного выхода у нас нет, — ответил Какаши. Цель нашей миссии находится на границе со скрытым песком. Если ее получит только одна страна, это может оскорбить противоположную, разве нет? Могли бы и потерпеть, фыркнул в ответ Наруто. Поддались на эту глупую пропаганду, которую постепенно распространял Арчимару в обличии Казикаги. Не исключено, что тот и до этого себе в подобном не отказывал. Чего гадать то, пожал плечами Барута. Правды мы уже не узнаем. Знаем только, что песок полностью капитулировал листу, как только правда раскрылась. Не будет ли лучше, если двое союзников объединятся и выполнят эту миссию вместе? К тому же это облегчит нашу задачу, поддержал Какаши. Этот союз был заключен после нападения Сунанок и Наху, констатировал Саски. Так что поначалу могут возникнуть проблемы. Поэтому нужно первым делом добиться взаимного доверия, для чего наша миссия идеально подходит. Нам надо с Мсуна, что мы не держим на них обиду, добавила Сакура. Иначе они могут напасть уже и без помощи Арчимару. А у них людей осталось побольше, так как им помогал звук. С этим не поспоришь, уступил Наруто. Ниндзя-водопады и травы не смогли оказать листу такую же поддержку, что звук песку. Он прекрасно помнил, что было после того, как Гара и Арчимару отступили. «Мы поспешим вернуться в водопад», — сообщил Шибуки советникам. «Нужно дать нашим людям знать, что я еще жив, и убедить их не устраивать ответные нападения на песок». «Мы понимаем», — ответил Хамура. «Простите, что мы не можем выделить вам людей для безопасного передвижения. Это все равно будет лишним. Много людей могут привлечь внимание. Мы впятером быстро доберемся до деревни. Береги себя, Наруто», — пожелала Фу. «Угу», — мрачно ответил Наруто подавленной вестью о гибели третьего Хакаги. «Ты тоже. И ты, Шибуки». Лидер водопада с сожалением посмотрел на мальчика и ободряюще положил руки ему на плечи. «Не падай духом, ладно? Неподходящее время для этого». После этого он обратился к советникам, «Вероятно, у вас есть основания не доверять нам, пока вы в текущем положении, но я не в обиде на вас. Пока вы не встанете обратно на ноги, мы постараемся даже не смотреть в вашу сторону, пока вы не позовете». «Благодарим вас за понимание», — ответила Кахару. «А теперь ступайте. Увидимся, Наруто», — Баруто, постаралась как можно бодрее, произнести Фу, махая братьям Умзумаки, но весть о гибели Хакаги как-то и на нее повлияла, и она прекрасно понимала, каковы сейчас мальчикам. «Интересно, как Шибуки и Фу там сейчас? Если думать об этом, пропадет все веселье», — констатировал Какаши. «Э? Не понял, Наруто. О чем это вы? Тебе все равно не понять», — принялась насмехаться Сакура. «Речь о нациях, деревнях и важных людях». «Да ладно тебе, Сакура Тян!» — обиженно протянул младший Узумаки. «Не говори так. В любом случае, это совместная миссия», — подчеркнул Какаши. «Так что давайте постараемся поладить с ними». Наруто безысходно вздохнул. «Ладно, хватит болтать. Мы приближаемся к месту встречи с ниндзя-песка». Путь привел их к реке, которую пересекал разрушенный мост. «Похоже, мы пришли первыми», — заметила Сакура. «Опаздывают». Подумал Наруто. «Уж не обманули нас?» Учитывая качество этих людей из песка. «Можно ли поверить, что они действительно хотят примириться с листом, раз даже опаздывают на совместную миссию?» Баруто устал терпеть его трепу, стукнул по голове. «Ты лучше помолчи, наконец. Договоришься еще?» «Простите за опоздание», — спокойно произнес со стороны реки знакомый голос, и ребята увидели. «Гара?» Не мог поверить Наруто, увидев Джачурики Однохвостого. Особенно была удивлена Сакура. Она до сих пор помнила, как он пытался убить ее и Саски. «И он будет с нами на совместной миссии». Нахмурившись, подумал Саски. Какаши беспокойно посмотрел на троих членов из своей команды, что были особенно удивлены появлению Гары и поспешил разбавить обстановку. «Не переживай, Гара-кун!» «Это мы немного поторопились». «Не в этом дело», — спокойно ответил Джачурики, и в этот момент за ним появились еще двое ниндзя-песка, пересекая реку, даже не умея ходить по воде. Над головами они держали какие-то ящики. «Приносим извинения», — поспешил извиниться один из них. «Простите», — добавил второй. «Мы немного задержались», — констатировал Гара и вежливо поклонился. «Примите наши извинения». Поклоняется даже, — удивился теперь Баруто. Даже его кровожадный взгляд исчез, и теперь он спокойнее, чем раньше. «Что же ты с ним сделал, Наруто?» «Ну-ка, лови!» — прикрикнул Наруто и запустил в парни камнем. Тот не сдвинулся с места, и его песок просто отбросил его в сторону. Сакура с Саски снова оцепенели от испуга. «Абсолютно!» «Песчаная защита», — Кокаши схватил мальчуган из-за уха. «Ты чего творишь?» «Это знак приветствий», — ответил тот. «Ему камнем все равно ведь не навредить. Это не лучше приветствия того, кто послан примириться с нами», — прокомментировал Баруто. «Кстати, а те двое, куда делись?» Гара обернулся и увидел, что его спутников в воде и след простыл. А были они на противоположном берегу, прячась за кустом и дрожа. Он заставил Гару Сама использовать песчаную защиту. Ужас! «Похоже, они еще не могут принять его», — понял Кокаши. «Ну что за трусы?» — презрительно фыркнул Наруто. «Гара, а чего с тобой двоих?» «Имеется в виду члены семьи, если кто не в курсе, не послали?» «Сейчас меня зачислили в регулярные войска», — ответил парень. «Мне поручили этих двоих. Позвольте представить вам Яки и Короби». «Яки!» — отозвался первый из двоих, частично показавшихся за куста. Короби. Яка Каши и Хатаки, ответственный за эту миссию, представился Джоунин. А это Наруто, Баруто, Сакура и Саски. «Привет!» — поздоровался Наруто. «Приятно познакомиться!» — ответила Сакура. «А... Здрасте!» — робко отозвался Яки. «Мы тоже рады!» «Не остался в стороне Короби. Они еще новички», — объяснил Гара. «Прошу, проявите к ним терпение». Итак, план таков, информировал Каши, когда обе группы собрались в ветвях деревьев. Команду Гары отправится с западного склона горы. Седьмая выдвигается с востока. И мы одновременно атакуем преступников, что заселены вершине. Атаку начинаем в полночь». «Согласны». Гара кивнул. «Наруто недовольно фыркнул. «И к чему нам столько ждать?» «Я мог бы нанести среди них шороху толпой своих теневых клонов, а вы бы ударились за их спин. Они могут догадаться о таком ходе», — осадил его Баруто. «Среди них есть и ниндзяни ниже ранга Чунина. Наруто, в случае с Цуниди, когда ты играл браво вояку, отделался лишь шишкой, не недооценивая этих преступников. Вот именно, Наруто, недовольно поддержала Сакура. Хочешь и подвергнуть нас опасности? Ну, а почему тогда не могут выпустить нас Гарой вперед? Мы ведь джинчарики. Вы бы видели, как Яфу наваляли этим звуковым ниндзя на арене. Они явно были не новички. «Зато новички в данном деле мы», — ответил Гаро. «У вас с Фу на тот момент была сторонняя поддержка других ниндзя. Да и я предпочел бы ныне не пользоваться силой однохвостого». «Ну ладно», — сдался Наруто. «Мы согласны с вашим планом». Гаро вдруг сделал лицо посерьезнее, и Кукаши понял, что ему что-то нужно. «Нам нужно кое-что обсудить». И парень с Джоунином спрыгнули на землю. «Гаро сегодня какой-то скрытный», — заметил Наруто. «Капитаны должны обсудить некоторые детали», — уточнила Сакура. Наруто с сомнением присмотрелся к Гаре. «А из него хороший капитан вообще?» Баруто тоже кое-что заметил. «Похоже, Гару что-то беспокоит». «Видите ли?» — несмело начал Коробе. «Старейшины деревни до сих пор его ненавидят». «Что уж о нас говорить», — добавил Ааке. «Мы его... вообще... опасаемся». Наруто резко возник перед ними. «И кто сделал его таким?» — грозно спросил он их. «Вы, ниндзя-песка, с ним такое сделали. Среди вас столько таких ебанутых людей, что я просто диву даюсь». «Наруто...» — поспешил осадить его старший брат. «Полегче...» «А нет, брат...» — упрямо отвертелся он. «Не защищай их. Ты сам все видел. Брат и сестра Гара не оказали ему такую поддержку в ситуации, какую мне оказал ты, и вот, каким он стал. Даже я в нем до сих пор не уверен». Наруто, Баруто, Сакура, Саски, перечислил своих какаши, возникнув среди них. «Мы выдвигаемся». «Так точно...» Наруто обернулся и посмотрел на собрата. «Удачи, Гара». Гара кивнул в ответ и приказал своим тоже выдвигаться. Пока группа передвигалась через лес, Баруто приблизился к какаши и предупреждающий шепнул «Сенсей». Джонин дал сигнал «Стоп» и обернулся назад. «Долго вы собираетесь следовать за нами?» — спросил он куда-то вдаль. «Покажитесь». Остальная группа обернулась и всмотрелись в лес. «И?» — настороженно спросил Наруто. «Сколько же их?» «Они повсюду», — коротко ответил Баруто. Из зарослей достался тихий смех, не предвещающий, казалось, ничего коварного и злоумышленного. «Вас, ниндзя листа, и впрямь не следует недооценивать. Я думал, что мы скрыли свое присутствие. Прошу вас, просто продолжайте свой путь. Мы не намерены вмешиваться в дела наших союзников». «Союзников?» — недоверчиво переспросил какаши, и в этот момент вокруг его группы сидели десятки человек в одеянии ниндзя-песка. И все были в масках, указывающие на их принадлежность к Анбу. «Так вы из скрытого песка можете считать нас наблюдателями», — предложил тот, что первый заговорил с ними. Остальные молча выжидали. «В каком смысле, наблюдатели?» — уточнил Наруто. «Эти люди ему совсем не нравились. Что-то вроде инспекторов», — пояснила Сакура. «Они здесь, чтобы наблюдать за нашей миссией». Впервые слышу о таком, усомнился Баруто. Аналогично, поддержал Наруто. «И они для этого надели такие жуткие маски. Доверия к ним нет. Неужели, все дело в Гаре?» Догадался Баруто. На лице Наруто отразился ужас. Главный среди Анбу ответил «Для Сунага Кури сила Гары сама». «Нет, для жителей деревни эта сила представляет серьезную угрозу. Вы ведь сами видели техники Гары сама. Разве вы не согласны с тем, что такая сила не должна существовать?» От его слов Наруто начал негодующе скалиться. «Они даже не исключают убийство Гары», догадался Баруто. «Папаша сгинул, значит боятся больше некого при достижении своих целей. Понятно, почему с ним поставили пугливых новичков, а не его брата с сестрой. Кноха даже выиграет от этого, словно попытался приободрить их шиноби песка. В конце концов, соседняя деревня лишится мощнейшего оружия. Он ведь нельзя вашей деревни, не могла согласиться с ним Сакура. Как вы можете? Вы ведь понимаете, Гара сама серьезная угроза для обеих деревень. Он больше не должен существовать». Наруто постепенно впадал в еще большую ярость, выслушивая эти слова. «Я был лишь пережитком прошлого, от которого все хотели избавиться. Для чего же я тогда существую?» Мучил меня вопрос. «Тогда я осознал важную про себя вещь. В этом мире я никому не нужен. Я тот, кого все сторонятся. Я даже выбрана не была для этого. Меня просто заприметили в ненужном месте в ненужное время. Теперь меня кличут монстром. В Агаре Куне так же бы мысли, не быть он дженчирике?» Сдержанно спросил Баруто. «Сила Гары не должна существовать». Настойчиво ответил командир Анбу песка и тут же отхватил от потерявших над собой контроль братьев Узумуки. Наруто пустился вглубь леса, и ниндзя песка запустили в него куная, от которых его прикрыл Саски. Баруто схватил командира сквозь его жилетку за грудки и приблизил свое лицо к нему. «Вы оскорбляете Гару, как дженчирики», — с негодованием констатировал он. «Оскорбил дженчирики, оскорбил моего младшего брата. А моего младшего брата оскорблять не следует». Прокричав это, он бросил его и пустился вслед за Наруто. «Не дайте ему идти». Донеслось до него, но кричавшего это что-то оборвало, а после задался звук удара молнией. Наруто впереди вдруг остановился и посмотрел вниз. «Это вы?» — спросил он, и Баруто, встав рядом с ним, увидел тех самых подчиненных Гары. «Где Гара?» Те двое ничего не ответили, лишь стыдливо опустили головы. «Наверняка уже в ловушке», — понял Баруто. «Вы что, бросили своего друга?» С тем же негодованием бросил Наруто и вместе с братом пустился дальше, где находился собрат. Когда они подоспели, то увидели, как Гару, окруженного песком, обвели нити чакры, а вокруг него крутятся марионетки, обливая песок потоками воды, стремительно смачивая его. Баруто вспомнил, как его вода не смогла размочить песчаный купол, который Гара образовал в битве против него. Не успел сделать свой песок твердым, как камень, и его так легко размачивают водой? Ни секунды, ни медленно, Наруто вызвал толпу теневых клонов и с ними налетел на атаковавших Гару. «Гара!» — прокричал он. «Я пришел помочь!» Обвившие Гару нити чакры ослабли, и джинчирики однохвостого выбрался из захвата, тут же возникнув на ближайшей ветке. Узумуки Наруто и Баруто. Удивился он появившимся спасителем. «Это всего лишь теневые клоны!» — прокричал капитан убийц песка. «Без паники! Только один из них настоящий!» Перед ним возник Баруто с настойчивым предупреждением во взгляде. «Наехал на Наруто, наехал на меня!» «А на меня наезжать не следует!» Капитан был изумлен с такой наглости. «Что ни говори, вы тут все равно одни и против нас всех!» «Они не одни!» Прокричали со стороны, и на убийц набросились подчиненные Гары, атакуя сделанными под дубиной палками. «Больше мы не будем убегать!» Объявил Короби. «Гара сама наш друг!» Гара был крайне удивлен, услышав такое от тех, кто недавно пугался его до дрожи. «Простите, что убежали, Гара сама!» Извинился Яки. «Мы тоже будем сражаться!» «Вместе с вами, Гара сама!» Капитан-убийц злобно ракнул, проклятая мелюзга. «Твои же собратья пошли против твоих идеалов», — насмешливо констатировал Баруто. «Даже не ясно, стоит их после этого наукининами объявлять!» Его насмешливый тираду прервал Гара, встав между ним и капитаном-убийц. «Старейшины недооценили мою силу», — спокойно произнес он. «Этого недостаточно, чтобы убить меня!» Он разжал правый кулак и показал единственный шарик из песка, которая тут же пулей влетела прямо в ней друга, откидывая того назад и моментально вырубая. Манипулируя данной пулькой, Гара мигом разобрался со всеми оставшимися нападавшими. «Для вас этого более, чем достаточно», — констатировал Гара напоследок, и Наруто усмехнулся, начал показушничать. «Ну и ну!» — вздохнул Кокоши. «И как вы только успеваете так быстро и совсем разбираться?» «Я все же доставил вам неприятностей», — с сожалением произнес Гара. «Я прошу прощения!» «Неприятностей нам доставили они», — злобно ответил Наруто, подходя к поверженному капитану посланных убийц, и собрался было стянуть с того маску. «Не надо!» — осадил его собрат. «Я уже знаю их лица. И все же...» «Они люди моей деревни!» «Как скажешь, не стал спорить Наруто!» «Давайте-ка вернемся к миссии», — предложил Кокоши. Дальше миссия прошла, как по маслу. Посланы из Гары и новые подчиненные оказались вполне умилыми кукловодами, благодаря чему они легко устранили дозорных в убежище преступников, а прочих поддавили общими силами. И на этот раз, когда Гара пускал в ход силу Однохвостого, никто не пострадал. «Даже преследуемые преступники!» «Вы отлично выполнили миссию», — похвалил команду Котицу. Наруто облегченно вздохнул, «Наконец-то я смогу поесть вычерок у рамен!» «Согласен», — поддержал идею Баруто. «Давай восполним силы, потраченные на эту миссию!» «Э!» Он осекся, когда увидел приближающуюся к воротам Канахи группу Анбу, ведущую молодую девушку, руки которой были связаны за спиной. Остальные ребята команды тоже их заметили. «Какая красивая!» — отметила Сакура, присмотревшись к девушке. «Она преступница!» — спросил Саски, обратив внимание на связанные руки. Пленница вдруг обернулась и пристально присмотрелась к Какаши, словно узнав его, чем весьма озадачила Джоунина. В ее взгляде не было ни злости, ни печали. Лишь тоска. «Я слышал, что Анаку Найчи, проникнувший в страну огня под видом уличной актрисы, чтобы собрать информацию, пояснил Какаши, когда девушку отвели подальше от команды. И что же с ней будет?» Взволнованно спросил Наруто. «А ты не догадываешься?» — переспросил Баруто, о задаче в брата. «Если она из вражеской деревни, то, вероятно, ее буду». Дальше он договаривать не стал. Подул ветер, и поднявшись с дороги пыль, а в глазах Наруто с Сокурой застыл ужас. Они прекрасно помнили состояние головы Бики Морина. Баруто шел по коридору в резиденции Хакаги, когда ему по пути встретились Цунади с Ибики. «Она так хорошо натренирована, если не поддается на твои пытки», — отметила пятая Хакаги. «Ни единого стона, Цунади сама», — добавил мастер пыток и допросов. Только стиснутые зубы. Баруто замер в ужасе. Он понимал, что к вражеским шпионам не должно быть никакой жалости. Но понимать, что человека, которого видел совсем недавно, жестоко пытают. Мальчик почувствовал жуткую боль по всему телу, а в глазах предстала величавая фигура специального Джоунина, допрашивающего его. Это были худшие два часа его жизни. Впечатляющий Кунаичи снова отметила Цунади, проходя с Джоунином мимо мальчика, который едва нашел в себе силы поклониться. Тогда придется проникнуть в само ее сознание. «Ясно», — отозвался Ибики. «Они собираются задействовать в это дело Найч сама?» Понял Баруто. «Почему они не могли раньше этого сделать?» «Как и в моем случае. Или через боль заставить говорить проще, чем проникать в память?» «Она точно плохой человек?» «Ведь ее чакра». На следующий день Баруто удивленно наблюдал за тем, как Какаши Синси сопровождает эту девушку по улицам Канохи, как ни в чем не бывало. «Ну?» В своем стиле, идя впереди ее на небольшом отдалении. «Ты совсем дурак?» Издевательски спросила та его. «Ты вот так водишь меня по деревне, куда я проникла, чтоб собрать информацию. Ты не найдешь здесь ничего, отличающего это место от других деревень», ответил Джоунин. «К тому же я подумал, что прогуляться по свежему воздуху будет лучше, чем торчать в том душном месте». «Чего это Какаши Синси задумал?» Думал Баруто, наблюдая за этим делом, и тут же заметил членов своей команды, которых тоже явно заинтересовала данная идиллия, и поспешил к ним. Тоже решили пошпионить за этим. «О, Баруто!» Обрадовался ему Наруто. «И ты здесь?» «Это ведь та леди!» Отметила Сакура. «Ту, которую мы видели у ворот. Та самая, которую поймали, как во шпионку». «О, да!» Припомнил Наруто. «Та прекрасная леди!» «И что же Какаши Синси делает такой, как она?» Озадачился Саске. «Вот и выясним это!» Предложил младший Узумуки. «Ага!» Поддержал Ухаруна. «Но помните, предупредил старший. Режим невидимки. Девушка же, чье имя, кстати, было Ханари, оглядывалась по сторонам, изучая жителей деревни и замечая некоторых ниндзя, что вели повседневный образ жизни. Вид всех этих счастливых людей у нее вызывал счастливую улыбку. Сюда, позвал ее Кокаши, остановившись возле дерева на краю скалы, огороженным перилами. «Я не пытаюсь вытащить из тебя какую-либо информацию. Меня просто попросили провести день с тобой». «Его попросили?» Удивился Баруто, едва не вслух. «Но почему его?» «Пока не закончится этот день, это моя обязанность», продолжил Джоунин. «Что со мной будет?» Поинтересовалась Ханари. «Кто знает». Кокаши задумчиво посмотрел на небо, по которому плыли облака. Это облако напоминает Наруто. Баруто с удивлением сам присмотрелся к облакам и с удовольствием отметил, что это так. А вон то. Кокаши посмотрел на соседнее. «Наверное, Саски». «Ясно». Протянула Ханари. «Мои папа и мама дали мне жизнь, но я никогда не видела их. Когда мне становилось плохо, я всегда смотрела на облака. Смотря на облака, я воображаю жизнь в деревне. И мои родители, что, возможно, живут там. В противном случае я бы просто не выдержала. Не зная своих родителей и моей деревни. Или простой судьбы быть рожденной лишь для того, чтобы стать шпионом. Я не слышу их», – проворчал Наруто. «Но они, похоже, подходят друг другу». Восхищенно отметила Сакура. «Как глупо», – фыркнул Саски. «Давайте подойдем поближе», – предложил Баруто. «Я не знаю своей деревни», – продолжала Ханари. «Я была выращена за ее пределами. Так что я не могу выдать никакой информации, на случай, если меня поймают. И в этот день я рисковала своей жизнью, чтобы выполнить миссию для Родины, которую никогда не видела». «Ясно», – догадался Баруто. «Так она явно из деревни Джомы». «Деревни Джомы», – переспросил Наруто. «Деревни замка в стране ключей», – пояснил старший. «Я слышал, что там обучают искусных шпионов, причем держа их подальше от самой деревни, не позволяя увидеть даже издалека. Воспитывают для служения деревни, но не давать ничего знать о ней самой», – жалостью отметила Сакура. «Но это так жестоко. Поэтому, это означало все. Иметь дом. Иметь людей, которые принимали бы меня». Подул ветер, сорвавший несколько листьев с дерева. Затянулось молчание. «Почему ты говоришь мне это?» – поинтересовался Кукаши. До того все время молчала. «Все потому, что ты научил меня», – внезапно выдала Ханари. «Я помню тот день, когда впервые увидела тебя. Мы тогда были еще детьми. Так они знакомы». Изумился Наруто, и старший брат его осадил, – тише. Я хотела увидеть родителей и потому отправилась в деревню. Но по дороге я потерялась и почувствовала себя беспомощной. И тогда мне повстречался Ту и согласился донести меня на плечах. «Ты сказал мне каждый раз, когда начну чувствовать себя одиноко, смотреть на облака. Поскольку облака меняют форму, то всегда можно представить, что хочется. Ты сказал, что если у тебя есть надежда, то облака ответят тебе». Незаметно для остальных, Баруто сам уставился на облака. «Я всегда искал исходство в облаках. Так бы я тебя узнал и сразу, насколько бы ты не изменился. Потому что ты всегда в моем сердце. Ты всегда был моей надеждой». Что на, что Сакура, мысленно вздохнул Баруто. «Девушки часто принимают в сердце не тех парней, каких следует. Обстановка накаляется». Глумливо отметил Наруто, стараясь прислушаться еще пристальнее, но нелепо сорвался и трое генинов, лишь Баруто удержался, рухнули на землю. Чунин команды номер семь заметил, как руководитель нелепо повалился на ханаре, и их губы. «Ну что за нелепость!» Вздохнул мальчик, роняя голову на руку. Какаши же резко вскочил, забыв натянуть обратно повязку на лево глаз, который случайно открылся. «Эй вы, Троя!» Воскликнул он, явно ожидая объяснений. «Эм! Видите ли, мы! Это!» Замялся Наруто, заметив в руках Сакура букет лилий, который девочка держала все это время, поспешил выхватить его. «Дай мне это!» Он протянул цветы руководителю. «Поздравляем!» Не понял Какаши, а ханаре счастливо улыбнулась. «Спасибо!» С улыбкой поблагодарила она. Баруто, находясь на дереве, тоже улыбнулся. Все же, у нее не такая чакра для плохого человека. Деревня Замка захватила одного из наших джоунинов. Ренечи объяснила Цунадина собрание, куда позвала всю команду номер семь. «Деревня Замка!» Переспросил Наруто. «Та самая, родом из которой Таку Найчи?» «Да», — ответила Хакаги. И другая сторона предложила обменять речи на ханаре. К счастью, ханаре обладает малой информацией о стране огня и скрытом листе. Так что на нас это никак не отразится. Нет, так нельзя. Запротестовал вдруг Какаши. Этого нельзя делать. Это заявление весьма озадачило всех присутствующих. Вскоре ниндзя обеих деревень собрались по обе стороны моста над высоким обрывом. Ниндзя-листа держали ханаре к колодках, а ниндзя-замка речи. Во главе последних стоял сам глава. Член клана Хьюга, находившийся среди ниндзя-листа, активировал бьякоган и присмотрелся к пленнику неприятеля. «Это не техника превращения», — сообщил он. «Это настоящая речи». «Отлично!» — провозгласил глава замка. «Сопровождающий только один человек от каждой стороны. Обмен произойдет в центре моста». «Согласны?» «Согласны!» — ответили ему с другой стороны. Старик повел пленника за собой, и навстречу к нему двинулись Какаши с ханаре. «Какаши сенсей!» — протянул Наруто. «Неужели, все пройдет вот так?» — добавила Сакура. В глазах самой ханаре была печаль. Сопровождающие с пленниками встали в центре моста. А после пленники двинулись навстречу друг друга, пока не пересеклись, а после встали рядом со своими. И как только ханаре обернулось. «Я не отпущу тебя», — произнес Какаши, выхватив коны, и наклеенные заранее на опару взрывные печати рванули, разрушая мост в дребезге. «Ханаре!» — прокричал глава замка. «Немедленно отправь всю информацию о скрытом листе». Девушка тут же сорвала с себя простые одежды и открыла всеобщему взору одеяния ниндзя, а на голову был навязан протектор Джомы. После чего она прыгнула в обрыв и по воде рванула подальше от места обмена. «Отступаем!» — скомандовал глава Джомы и тоже поспешил ретироваться со своими ниндзя, но на их пути встали ниндзя Канохи. «Началось!» — отметил Наруто, вместе с товарищами рванув вдогонку главарюни и друга. «Преследуйте старика!» — скомандовал Баруто. «Я за Ханари!» Он отделился от своих товарищей и присоединился к Какаши, ведущего преследования и шпионки. Погоня велась до самого обрыва, который и остановил беглянку. «Как вы узнали?» — напряженно спросила она, обернувшись к преследователям. «В тот день», — пояснил Какаши, — «ты подавала знаки своим глазам. Я неосознанно прочитал их своим шаринганом и понял твою технику. Я увидел ее в своем мозгу. Твой правый глаз смотрит не на внешний мир. Этот глаз видит внутренний мир внутри твоего мозга. И это может проявиться глубоко в мыслях тех, кому проникают в разум». Ханари сама обратился к девушке Барута. «Так ты специально дала себя поймать и заставила проникнуть в свой разум. И ты собирала информацию из головы своих захватчиков. И ты бы передала эту информацию при обмене пленными. Так ты, Какаши, мог бы отказаться от обмена», — отметила Ханари. «Но ты сильно хотел спасти своего товарища?» «Да», — ответил Какаши. «Так что мы планировали вернуть тебя сразу же после обмена. Почему ты это делаешь, Ханари сама?» — спросил Барута. «Неужели, все это того стоит?» «Разве навязанная верность деревни Джомой настолько приелась тебе, что ты не можешь больше думать ни о чем другом?» Ханари смиренно закрыла глаза. «Волноваться нечем. Всю украденную информацию о вскрытом листе я удалила из своего мозга. Думаешь, я поверю тебе?» Спросил Какаши, но Барута его тут же оборвал, Синси, она не лжет. «С чего ты это взял, Барута?» «Я это чувствую. Для лжеца ее чакра пахнет совсем не так. Но почему, Ханари сама?» Кунаича подошла к обоим ниндзя-листа. «Я хочу, чтобы было так.» «Я знаю, вы мне поверите. Деревня Скрытого Листа – это не то место, которое я представляла. Мне там понравилось. Когда я шла по деревне, то чувствовала себя, как дома, хотя была здесь в первый раз. Когда твои друзья, Барута, поздравили нас, я чувствовала, что меня приняли. Я действительно так думала. Вот почему я не могу предать свой дом. Ты. Начало было кукаши, но осекся. Даже если я сейчас вернусь, то заплачу за то, что удалила всю собранную информацию. Ханари обратилась к Какаши, «Если это так, то я хочу умереть от твоей руки. Я смогу умереть, вери, что в первый раз в своей жизни я совершила что-то хорошее для своего дома. Для своей Родины». Барута невольно вспомнил свои первые дни в Канохе, когда прибыл в эту временную линию. Народ так быстро привык к нему, что он этого даже не заметил. А Нарута, с которым сблизился в первые же минуты знакомства, вскоре стала называть его своим братом. «Нет смысла убивать ниндзя, что потерял свою гордость», — отметил он, и Какаши не мог с этим не согласиться. «Шиноби не должен давать волю эмоциям, которые могут помешать выполнению миссии», — объяснил он это по-своему. «Я хотел сражаться с тобой до конца, как с ниндзя». «Так это твой ответ?» — пояснила Ханари. «Беги», — посоветовал Какаши. Кунаичи улыбнулась и посмотрела на Баруто. «Похоже, ты особенно понимаешь меня», — заметила она. «Вероятно, ты сам испытал нечто подобное. Надеюсь, мы еще увидимся». И Кунаичи ретировалась, побежав по краю обрыва. «Баруто!» Какаши Сенсей прокричал голос Наруто издалека, и к Джоунину с Щуниным подбежали трои генинов. «Где Ханари?» Баруто ничего не смог ответить, и с ответом нашелся Какаши, она почувствовала себя загнанной в угол и сдалась. Она сбросилась с обрыва. «Отличная Кунаичи!» «Боже!» — только и высказала Сакура, а Наруто едва не разозлился. «С вами все в порядке, Какаши Сенсей!» — злобно спросил он. «А что, если она и в самом деле вас любила?» «Довольно!» — оборвал его Какаши. «Это бессмысленно!» «Но могла такая девушка быть действительно плохой!» — протестовал Наруто. «Ты ведь согласен со мной, Баруто!» Баруто задумчиво уставился на облака. «Не знаю наверняка насчет хорошей или плохой. Но одно я знаю точно!» «Все это время и до тех пор!» Ее чакра пахла облачным небом. «Постой, а кто такая Юки Фуджико Иди?» — спросила Сакура, чем неслабо удивило братьев Узумуки. «Ты, должно быть, шутишь, Сакура!» — возмущенно произнес Наруто. «Это ведь величайшая актриса из Страны Снега!» «Ага!» — поддержал старший брат. «За последние лет десять она стала весьма популярна в Стране Огня. И для чего мы должны смотреть фильм с нею в главной роли?» не могла понять Харуна, и Баруто устало отмахнулся. «Сакура, у тебя и так плохой вкус на мужчин, хотя бы женщин начни оценивать!» Наруто прыснул. «Это немного двояко прозвучало, Баруто!» «Дайте тогда поторопимся что ли», — предложил Саски. «Раз уж билеты уже приобретены, не будем терять время, сеанс скоро начнется!» «О!» «Да!» Радостно воскликнул Наруто и рванул вперед. «Поспешим!» «Эй, фанатик!» Крикнул ему вслед Баруто, когда тот остановился, показал большим пальцем за спину. «Вообще-то кинотеатр вон туда!» «Бури!» «Разрушение!» «Пустыни!» «Брошенное оружие!» «И павшие самураи повсюду!» «Вот, что видела принцесса Фун вокруг себя!» «Нам больше некуда идти», — меланхолично произнес ее спутник Цукуйка. «Отсюда не дороги!» «Это был безнадежный поход», — подхватил Шишимыцу. «Мы смогли добраться лишь до сюда», — заключил Брит. «Давайте отступим!» Лишь Фун не разделяла их мнение. Едва переведя дух, она решительно поднялась на ноги. «Существует путь», — уверенно произнесла она. «Мы должны верить в него!» «Мы непременно найдем его!» «Но, Химисама!» «Не сдаваться!» «Прикрикнула принцесса, обернувшись к товарищам!» «Химисама!» В этот момент над головами путников раздался коварный смех. На крышах руин стоял злобный Мао!» «Принцесса Фун!» «Вы, ублюдки, не сможете пройти дальше этого места!» «Мао!» С негодованием крикнул Цукуйка, подбегая к принцессе!» «Мерзавец!» «Как это ты устроил эту бурю?» «Колдун ухмыльнулся, и на принцессу набросился один из самураев, что ранее лежал неподалеку!» Готовая к подобному ходу, принцесса увернулась от его атаки, направив на зомби свой меч, разрушила того вырвавшимся из острия потоком ветра. «Но вокруг поднялись все остальные самураи, которых и живыми было не так легко одолеть!» «Вам лучше сдаться!» Посоветовал Мао. «Лучше молитесь о прощении, принцесса Фун!» «Я не сдамся!» Спокойно ответила принцесса. «До тех пор, пока я жива, я сделаю все, что в моих силах!» «И докажу, что смогу прорубить себе путь!» После этих слов, вокруг нее засияла чакра, переливаясь семью цветами. «Химисама!» Поразил Сашимацу. «Свечение семицветной чакры!» «Понял Цукуйка!» «Вперед!» Воспрял духом Брит. «Мы тоже зажжем свою чакру!» «Да!» «Отлично!» Восхитился Мао и пустил в группу своих недругов настоящий смерч, что, дергаясь, словно молния, полетела в их сторону. Однако его тут же отбило общее свечение, и ветер разрушил тело восставших самураев. «Это невозможно!» Не поверил колдун, а Фун с боевым кличем направила на него меч, и свечение острым копьем пробило его насквозь. Не останавливаясь после этого, свечение взлетело к небесам и развеяло новейшие тучи. Буря тут же улеглась, и в небе засияла радуга. Отойдя от этого зрелища, Наруто не сдержал ликования. «Вот это да!» Закричал он прямо посреди кинозала, где и проходил сеанс данного фильма. «Фун химисама такая крутая!» Баруто тут же стукнул его по голове. «Ты не у себя дома, предупредил он!» «Ну, что, пойдем!» Бодро произнесла принцесса Фун на экране. В сторону радуги. После сеансов вся команда сидела возле входа в кинозал, ожидая своего руководителя. Какаши Сенси опаздывает, заметила Сакура. Как всегда, поддержал Саски. «Боже, этот фильм такой классный!» Протянул Наруто, уставившись в постер. «Я им просто потрясен!» «Да нас могли выгнать из-за твоего неумни быть более сдержанным в общественном месте», — осудил его Баруто. «И ты еще продолжишь говорить, что обязательно Хакаги станешь? Но ведь Фун химисама была такой потрясающей!» «Ну это-то ладно!» — махнула рукой Сакура. «Я так-то больше смотрела на Мича сама, что играла Цукунику. Ах, ну конечно же ты, Саски, все равно лучше всех!» «Саски не актер!» — проворчал Наруто. «Сакура, парни не любит девочек!» — подпевал, констатировал Баруто. «Они ими лишь пользуются, как душа пожелает. Впрочем, у тебя, как всегда, дурной вкус на мужчин!» У Сакуры в глазах вспыхнул гнев. «Ты что сказал?» Баруто встал вплотную с Нил. «Не думай, будто я из тех парней в аниме, что мерзнут от одного взгляда от девчонки!» насмешливо произнес он. А сказал я правду. «Может, ты просто не расслышала?» «Мне повторить?» Сакура моментально сдалась в этой битве и поспешила уйти в сторону. Наруто продолжал глядеть на Билборд. Взгляд принцессы Фун было ни с чем не сравнить. «Я был бы удивлен, если бы существовали такие же принцессы, как Фунхими сама», отметил он. «Нельзя было бы не жалко сражаться за такую принцессу. Это точно», — поддержал Баруто. «Такие бы и сами неплохо справлялись в защите своей родины. И они бы не заостряли внимание на парней, которым на них плевать, в отличие от Кэкова здесь». Сакура еле сдерживала нарастающую злость. Баруто словно целенаправленно провоцировал ее. Чепухав все это, выкинул Саски. «Это просто история из фильма. Что вы вообще можете знать, мститель сама?» Издевательски и одновременно раздражающе кинул Баруто. Тут вообще большая заслуга не только в режиссере, но и в самой актрисе. Юки Фуджикойзи очень часто играет подобных персонажей этим, между прочим, подавая пример реальным женщинам, не сидеть в стороне, полагаясь на своих принцев, которые, отчасти, даже не подозревают, что их таковыми считают, а следовать своим путем. Похоже, Сакуру остается только пожалеть, потому что до нее подобный пример не дойдет никогда. На это Сакура лишь фыркнула, мол, пусть паршивец думает, что о ней, что хочет. «Почему Кукаши Синси нам вообще поручил посмотреть этот фильм перед миссией?» спросила она. И в этот момент за забором раздался топот лошадиных копыт, заставивший команду насторожиться. И через мгновение через забор перепрыгнула белоснежная лошадь, чьим всадником была. «Это Юки Фуджикойзи сама?» удивленно спросил Наруто, когда наездница рванула прямо в центр деревни. Две реки на залы резко распахнулись, едва не задев молодых ниндзя, и целый отряд закованных в доспехи самураев на лошадях понесся вслед за актрисой, с явным намерением поймать. равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно глава 191. Акры номер 8. Часть 2. Миссия в страну снега равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно. Конвой так и норовил нагнать актрису, которая явно не жалела средств для побега, даже прибегая к нарушениям ПДД. Лошадь лихачки громила копытами все, что вставало на пути, а прохожие бросали свои вещи, избегая попадания под них. Впрочем, преследователи явно не особо беспокоились об этом. И они не подозревали, что вслед за ними следуют молодые ниндзя, которые определенно не желали вот так оставлять этот беспредел в виде явного преследования и без внимания. Один из самураев свернул в другую улицу, намереваясь по ней обогнуть наездницу и подрезать ее, что ему и удалось. Актриса, едва заметив выехавшего перед ней самурая, тут же осадила лошадь, что сыграла преследователям достаточного мгновения, чтобы закинуть сверху на нее сеть. Но не успела она долететь до нее, как со стороны вылетели сюрикены и разрезали веревки в клочья, а сверху на преследователей набросился 12-летний генин, вызвавший несколько клонов. Воспользовавшись поднятой суматохой, актриса подстегнула лошадь и умчала дальше. За ней. Прокричал, явно, лидер преследователей. Не дайте ей уйти. Я защищу принцессу Фун. Героически воскликнул Наруто. Это не настоящая принцесса, вздохнул Баруто, когда младшая понесся вслед за актрисей. А та продолжила свой побег, и ее лошадь уже спускалась по одной из лестниц на улице Канохи. Неоторвавшиеся преследователи бросили вперед несколько склянок с маслом, и жидкая масса разлилась у подножий, заставив лошадь поскользнуться, отчего актриса вылетела из седла и покатилась по брусчатке, чудом не покалечившись. Сейчас. Скомандовал лидер, и самураи разом спрыгнули со своих седел и навалились на актрису, желая, не иначе, задавить ее тяжестью с и мерах здоровенных мужчин в латах. Ухмыляющийся лидер преследователей подъехал к месту поимки. Наконец-то мы поймали тебя. Актриса злобно скалилась и с хлопком превратилась в Сакуру. Кто это ненормальная? Спохватился мужчина, и за ним возник Саски, поприветствовавший его ударом тыльной стороной ладони по шее. Едва их лидер свалился без сознания, остальные самураи бросили все попытки разобраться в ситуации и поспешили ретироваться, но перед ними встала лошадь актрисы с хлопком превратилась в Барута. Далеко собрались, господа? Недружелюбно спросил он. Через несколько мгновений все самураи чему они вообще обучались? Были разоблачены и повязаны. Намеренное преследование, накидывание сети, перечислил Барута, затягивая веревку на руках лидера преследователей и разлив масла под лошадью, не беспокоясь о жизни и здоровье, как для животного, так и наездника. А также наваливание на одну женщину всемиром в тяжелых латах. Да, господа, вам грозит немалый срок. Вы все не так поняли. Замылил лидер. У нас все было схвачено. Барута не стал церемониться и заткнул ему рот ботинком. Такие жалкие оправдания давать будешь перед судьей, бросил он. Так что избавь мои уши от подобной ичи. Ай-яй-яй, разочарованно вздохнули со стороны, и команда увидела своего руководителя. Какаши сенсей. Обрадовалась Акура. Что это вы, ребята, делаете? Как ни странно, не шутя, поинтересовался и Джоунин. Просто коротаем время, кратко ответил Саски. Какаши возник перед лидером самураев, и все веревки на их руках оказались перерезаны. После чего Джоунин вежливо помог мужчине подняться. Я прошу прощения, извинился он, почесывая репу. Что-что? Не поняла такого исхода событий Сакура. Это человек-заказчик миссии, пояснил Какаши. Да. Не вери, спросил Барута. А чего он тогда преследовал актрису, словно какой-то маньяк? Даже не пожалел разлить масло перед ее лошадью. А если бы это оказалась настоящей актрисой, она серьезно покалечилась? Вы чем вообще думали? Мне очень жаль, что вызвал у вас такое мнение о себе, почесал мужчина затылок. Но иначе ее нельзя было остановить. Позвольте представиться, я Сан Баосама. Личный ассистент Юки Фуджико и Зисама. ХММ. Протянули члены команды номер семь. Кстати, спохватился Какаши, осмотревшись. А где Наруто? Он сейчас настоящий Юки Сама, ответил Барута. Лучше объясните нам все подробнее. Пока Сакура, которую чуть не задавили весом семерых мужчин в латах, не вышла из себя. На этот раз наша миссия защищать Юки Фуджико и Зисама, которая исполняет роль принцессы Фун, пояснил Какаши, находясь со своими ребятами, кроме Наруто, в студии. Уж с защитой мы отлично справились, с насмешкой отметил Барута. Что верно, то верно. Ну, впрочем, защищать неверное слово. Лучше сказать, мы ее сопровождаем. «Это будет впервые, когда несчастливая принцесса будет сниматься за границей», отметил один из сотрудников, стоя рядом с Маккино, режиссером, по другую сторону которого стоял Сандрио. Но Фуджико и Зисама играет самую важную роль. «Мне очень жаль», – извинился ассистент упомянутой актрисой. «Вся надежда на ниндзя скрытого листа», – пояснил режиссер. «Телохранители, которые были наняты, как каскадеры. К тому же без труда избившие наших профессиональных охранников. Это приятный комплимент», – оценил Барута, стараясь не обращать внимания на Сакуру, которая так и обливала с ласки своим влюбленным взглядом. Та, наконец, оторвала взгляд от объекта обожания и посмотрела на фотографии, висевшие на стене рядом. И тут она обратила внимание на одну из них, на которой были запечатлены ледяные клифы. «Как красиво», – восторженно отметила она. «Это радужные ледники страны снега», – объяснил один из двух подошедших к ней мужчин, в которых узнавали скин, который играет Брита и Хиди, исполняющий роль Шимацу. «Последняя сцена фильма будет снята там», – отметил последний. «Нам предстоит проделать длинный путь, чтобы попасть в страну снега», – хмуро отметил Саски. «Это точно», – поддержал Барута. «Чтобы не пересекать пешком земли страны звука, нам придется пересечь море Касунда, после него залив Ванрода, пройдя между страной Молнии и страной Куйка. После чего целиком обогнуть страну Молния, избегая встречи с их береговой охраной, и, наконец, высадиться на берегах стана снега. И это я еще умалчиваю о возможных встречах с пиратами». «Эй, Барута», – окликнул его Кукаши. «С чего вдруг такие пассимистичные рассуждения?» «Да вот думаю, как все это странно», – ответил Узумуки. «Юки сама ведь родом из страны снега. Тут она убегает от навязчивой погони, а мы после этого узнаем, что съемки переносятся в ее родные земли. Если бы я был уверен в том, что это не странное совпадение, сказал бы, что Юки сама не желает даже ногой вступать на земли своей родины. Это была рекомендация директора, Сэнду и сама, объяснил второй мужчина рядом с режиссером. Говорят, весной радужные ледники сияют семью цветами радуги, от чего и получили свое прозвище. Ахикомнадзар. «Страна огня» по-японски читал Сухину Куни, не объявит это пропагандой нетрадиционных отношений. Не отказал себе Барута в капля сарказма. «Это не более, чем миф», — осадил его Кукаши. «В реальности в стране снега нет весны. Это зеленья нет в весенние месяцы», — отмахнулся Узумуки. «Сам сезон-то никуда не делся. Нет зелени весной?» — переспросила Сакура. «Так там всегда зима? А чего ты ожидала от северного континента?» Кукаши сама, — обратился Макина к Джоунину, «Я слышал, что вы раньше бывали в стране снега». «Это было давно», — ответил тот. «Еще говорят, что народ в стране снега живет очень бедно», — отметил кто-то со стороны. «Вы же мечи сама!» — восторженно воскликнула Сакура с глазами-сердечками. Барута вздохнул, нашла, на кого так смотреть. На того, кто в три раза старше нее. «У Сакура реально плохой вкус на мужчин». «Не оттого ли рухнула их экономика, что их предыдущий доме увлекался своими механическими куклами», — предположил актер, исполняющий роль цукуйки. «Не оттого ли они пришли к банкротству?» «Или по какой-то другой причине?» «Слухи разные ходят», — отметил Барута. «Говорят еще, что предыдущего доме убили и узурпировали власть. Я в любом случае надеюсь, что у них найдется обогреватель на худой конец», — понадеялся Хидя. «Не люблю поездки в холодные места. Небось, хочешь так же сбежать, как Юкия Чан?» Насмешливо спросил Кин. «М. А Юкия сам всегда такая». С опаской спросила Сакура. Мичи переглянулся с товарищами. «Вообще-то да», — ответил Кин. «Она не понимает смысла таких слов, как стимулы или тщеславие. Она на самом деле беспомощна. Но она не сбавляет рвение, когда дело касается работы», — подхватил Мичи. «Меня не заботит личная жизнь актера», — высказал Макина. «До тех пор, пока она блестяще работает перед камерой, у меня нет причин для недовольства. Она рождена, чтобы стать актрисей». Его слова слегка задели Барута. «А есть ли у актера личные проблемы, отчего он не может выполнять свою работу?» — спросил он, едва не повышает он. «Как я уже предположил, не тогда ли она начала убегать, когда ей сказали, что она поедет в страну снега?» «Выясним это, когда тыщем ее», — предложил Какаши. «А вместе с ней найдем Наруто». Барута вздохнул. «Тогда я за ними». «Равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно» «Глава 192. Акро номер 8. Часть 3. Прибытие на родину равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно». «Надо же, они оба там», — подчеркнул Барута, подходя к бару, и Сэндоум моментально влетел в заведение. «Юки сама!» — воскликнул он, даже не извинившись перед собравшимся выходить посетителем, который явно был уже в стельку, и подбежал к протеже, который только начал опьянеть. «Корабль в страну снега скоро отправится. Вам стоило бы поторопиться, иначе». «Нормально», — оборвала его Юки, наливая себе очередную чашу. «Я не собираюсь на корабль». «Ай!» — спохватилась Сакура. «Что?» — «Я ведь говорил», — вздохнул Барута и встал рядом с младшим. «Не знаю, что ты тут делаешь, Наруто, но ты зря ей досаждаешь. Я всего лишь хочу получить от нее автограф», — обиженно ответил тот. «А она не желает мне его давать. Нужно определять, чего от каких людей следует добиваться желаемого, а от каких нет». «Чего вы такое говорите?» — возмущался Сандрю. «Все в порядке», — безразлично ответила Юки, опасно покачиваясь в пьянстве. «Такое часто бывает. Что-то идет не так, главное роль замещается, руководитель заменяется. Успокойтесь». Нажимал ассистент. «Роль Фунхими сама может быть исполнена только вами. Юки не желала вслушиваться в эти слова и выпила чашу одним залпом. Если вы не поедете, то больше не сможете работать в этом бизнесе. Все в порядке», — кинула актриса. «Это не имеет значения». Юки сама. «Ладно вам, Сандрю сама», — попытался Барута остудить пыл ассистента. «Если актер не желает, его не имеют права заставлять. Думаю, это здесь не поможет», — вынес какаши. Юки, как только актриса обернулась на его голос, посмотрел на нее шаринганом, вырубая на месте. «Эй, какаши сенсей!» Возмутился Барута. «Это уже слишком. Вам так не кажется?» «Все в порядке», — ответил Джоунин. «Придет в себя и успокоится. Не умни перечить руководителю команды, пусть я уже и чунин, но это насильственный метод». Итачи, дабы разделить Наруто с Джирай, сам применил Гиндюцу с помощью шаринга на кневинной женщине, дабы она отвлекла Санина. «Не уподобляйтесь этому отступнику». Услышав имя старшего брата, Саски негодующе фыркнул. «Позор нашего клана!» «Какого черта?» Первое, что выкрикнула Юки, очнувшись на корабле. А на борту вовсе шли работы, как команды, так и съемочные группы. Актрису быстро усадили и принялись наносить грим. На лице у той играло уныние. «Не нравится мне эта госпожа», — фыркнул Наруто. «Тебя бы потащили туда, куда ты не желаешь», — бросил Барута. «В любом случае, мы должны ее защищать», — информировал Какаши. «Это важная миссия». «Миссия Оранга!» «Миссия Оранга?» Радостно переспросил Наруто. «Не думаю, что будет сложно просто защищать одну актрису», — предположил Саски. «Это не совсем так», — отрицательно ответил Какаши. «Потому что знаменитые люди всегда под прицелом. И мы не знаем, кто враги, поэтому не стоит расслабляться». «В этом ли дело?» Усомнился Барута. «Если вы, Какаши Сенси, это понимали, то зачем было делать такое с Шаринганом? Пока они спорили, начались съемки, и ребята наблюдали за игрой сцены гибели Шишимору. Сначала они восхитились тому, как преображается Юки, входя в роль принцессы Фун. А потом как-то скривились, когда узнали, что слезы актрисам может вызывать лишь с помощью глазных капель. Что в этом было необычного, Барута спрашивать у них не стал. «Режиссер!» Запаниковал сценарист. «У нас проблемы. Корабль стоял перед огромным ледником. Это же...» — протянул Макина. «Когда я проснулся утром, путь был блокирован». Объяснил Сутрудник. «Да, его имя нам так и не раскрыли. Что нам делать?» На лице режиссера же заиграл восторг. «Мы прибыли!» — воскликнул он. «Мы будем снимать здесь!» «Э! Ты дурак! Разве ты не видишь эту идеальную местность? Как мы можем отказать себе в удовольствие поснимать в таком месте? Это то, что происходит, когда приходит бог кинематографа. Всем готовится сойти на берег». Группа сошла на берег и принялась готовиться. «Так, приготовились!» — скомандовал сценарист, готовя камеру. «Сцену 36, переход 22. Мотор!» Майо коварно засмеялся. «Так вы все-таки добрались сюда!» «Фун Химисама!» «Это Мао!» — воскликнула Фун, готовя меч. «Оставайтесь позади, Химисама!» Посоветовал Цукуйко, мы разберемся с ним. Подхватил Брит. «Вижу, вы потеряли одного товарища!» Заметил Колдун. «Сколько бы вас не было, вас на меня не хватит!» «Вау!» «Бам!» Грухнуло позади актера, и тот выпал из роли. «Это еще что?» А взрыв устроил какаши, встав посреди актеров и выпустив какую-то технику в ледяную скалу. «Что вы делаете?» Воскликнул Макина. И позади актера Майо возник Барута, сложивший несколько ручных печатей. Стихия ветра, разящий ветряный клинок. Техника формировалась в виде крутящегося диска из потоков ветра, и молодой Чунин запустил его в соседнюю скалу. Вскоре на месте удара техникой какаши появился какой-то человек в странных доспехах. «Добро пожаловать в страну снега», — поприветствовал он гостей явно не с манерой гостеприимства. Там, куда ударил Барута, уже стояла молодая девушка в таких же доспехах, что и первый. «Я приглашаю вас, Куаюки Химисама», — обратилась она, глядя прямо на Юкия. «Шестигранный кристалл все еще вас?» «Куаюки Химисама?» — переспросил Барута, поглядев на актрису. «Она. Принцесса. Продолжение следует».